Массовое ДТП произошло на северо-востоке Челябинска. Жители улицы Хохрякова утверждают, неизвестный водитель сначала попытался задавить на своей машине детей, а потом протаранил семь автомобилей, которые были припаркованы в соседнем дворе. Очевидцы заявляют, что виновник массовой аварии был пьян, и только чудом избежал самосуда. Репортаж Антона Зубкова. Мы уже поняли, что он или пьяный, или какой-то, потому что он сначала заехал на один бордюр, проехал снова по асфальту, она здесь шла, он снова сюда. Я говорю, вот ладно, она отскочила, ребенок отскочил, девочка. Девочка сильно испугалась и чудом успела отскочить, рассказывает Татьяна Лиздунова. Она живет в одном из домов по улице Чоппа, и все происходящее видела своими глазами. Рассказывает, машина появилась из-за угла, а затем уехала в сторону у Хохрякова. Здесь очевидцев тоже немало. Люди рассказывают, остановить дерзкого водителя смогло только столкновение с припаркованными авто. Я услышала скрипы колес. Это все я увидела, когда, значит, выходили уже вот сюда, Тойота Королла за шестеркой, все семь машин задела, получается. Пострадала моя пятнадцатая, он очень пьяный. Потом вылезли, можно сказать, тут же и упал. То есть ноги его не держали. Массовая авария произошла на северо-востоке Челябинска в разгар рабочего дня. Жителей перепугал виск, шин и грохот. Первым на пути иномарки оказался вот этот прицеп. Удар был такой силы, что его отбросило на тротуар, через бордюр погнулось колесо, и теперь предстоит недешевый ремонт. По словам хозяев этого прицепа, они его купили всего две недели назад. Затем водитель дал задний ход. Врезался в пятнадцатую, снес забор и выехал на детскую площадку. В это время там не было детей, рассказывают жители. Остановила гонщика только вот эта старенькая шестерка. Водитель протащил ее несколько метров по асфальту. Тут же к машине бросились местные мужчины и отец той самой девочки, которая чудом не попала под колеса. Марина Мурашова рассказывает, водителя достали из авто и начали бить. Не устраивайте здесь мордобой. Приедет полиция и разберется. А так-то они его здорово избивали, эти молодые парни. Жильцы утверждают, что массовое ДТП устроил местный житель. Мужчина лет пятидесяти, живущий в этом же доме. Работает якобы сварщиком. Однако нам застать его дома не удалось. А ничего не знаю, он начал насаживать. Я его выбрала. Я просто насаживаю. По словам очевидцев, после ДТП мужчина резко протрезвел. И даже попытался предлагать владельцам поврежденных авто компенсацию. Стал ходить, собирать вот эти вот все обломки. Значит, и это. Ну вот тебе я дам 10 тысяч, тебе я дам 5 тысяч. Вот такое вот начинал. Мы говорим, так страховка разберется, сколько оценку-то сделает. Однако разгневанные автовладельцы не отпускали мужчину до приезда сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы составили схему аварий и протоколы на водителя. И сейчас выясняют все обстоятельства ЧП. Пострадавших данного ДТП нет. Водитель автомобиля Тойота имел признаки алкогольного опьянения. Под прохождением медицинского свидетельства не отказался. Сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителя был составлен административный материал. Мужчине грозит лишение прав и штраф за нетрезвую езду 30 тысяч рублей. Кроме того, если выплаты по страховке не хватит на оплату ремонта, взыскивать деньги пострадавшей намеренность водителя через суд. Антон Зубков, Павел Крементьев, ОТВ.